Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. 122 человека, в том числе 23 ребенка, эвакуировали в Гомеле при пожаре в общежитии. Людей вывели из здания еще до приезда спасателей пожарных и сделал это вахтер, который быстро сориентировался в ситуации. На задымление в одном из помещений в общежитии на проспекте Октября среагировала пожарная сигнализация. К месту вызова незамедлительно выехали спасатели. Они обнаружили возгорание на восьмом этаже девятиэтажного здания. Горели постельные принадлежности, в результате чего сильно пострадали стены. По одной из версий, инцидент спровоцировало неосторожное обращение с огнем при курении. Персоналом объекта из верхних этажей были эвакуированы 122 человека, в том числе 23 ребенка. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Ребенок-главный пассажир в Гомельской области стартовала профилактическая акция, призванная напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних. С начала года на дорогах области с участием детей было совершено 6 ДТП. В ближайшую неделю пристальное внимание сотрудников ГАИ будет уделяться наличию в авто детских удерживающих устройств и других средств. Причем они должны соответствовать весу и росту пассажира. Правилами предусмотрено обязательное использование специальных приспособлений для безопасной перевозки детей до 12 лет. В случае игнорирования данного требования водителю платит штраф в размере до 4 базовых величин за повторное нарушение в течение года до 8. Зачастую, скорее всего, родители надеются, что сотрудники госавтоинспекции их не становят и ребенок при виде инспектора ГАИ может либо спрятаться, либо сидеть просто на заднем сидении автомобиля. Если ребенок не пристегнут ремнем безопасности, в случае дорожно-транспортного происшествия последствия могут быть необратимы. Поводковая ситуация в Гомельской области опасений не вызывает. Такую информацию дает пресс-служба МЧС. По последним данным, в результате разлива рек и водоемов на территории области потоплены 12 участков дорог, 142 подворья, 18 подвалов, жилых домов и 71 хозпостройка. Работники МЧС круглосуточно мониторят оперативную обстановку. Нынешней весной в зоне потопления находятся населенные пункты Кармянского, Петриковского, Мозырьского, Добружского, Рогачевского, Чечерского и Ветковского районов. Кроме того, по причине интенсивного таяния снега под водой оказались несколько населенных пунктов в низменных местах Житковичского и Петриковского районов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания.